Ну, говоря о пьянстве в России, наверное, нужно все-таки признать, что для нас этот порог актуален, он существует, и бороться с ним нужно всякими методами, но вероятнее всего, что самым эффективным, будет все-таки попытка достучаться до сознания, попытка поменять ментальность. А этот тащит за собой огромное количество всякого рода вопросов. Нужно менять образовательную систему, нужно менять нравственные ориентиры, нужно сегодня менять российское телевидение, сегодня нужно реализовывать те программные идеи, которые заложены у многих людей, понимающих, что страна катится в нравственном отношении к пропасти. И когда мы говорим с вами о том, что люди выпивают, это же не потому, что они генетически хотят напиться, а потому что существует и существует уже очень давно безнаказанность, существует возможность откупиться, существует возможность наплевать на жизнь других, существует много возможностей не считать себя человеком. И вот эти все компоненты, они приводят к тому, что у нас есть пьянство на дорогах. А вот такие вот дурацкие законы, 0 промилле, 6 промилле, 5 промилле, должна быть очень высокая степень ответственности человека. Вот это самое главное. Законы в этом плане не помогут. Почему-то, если вы сделаете большой штраф, то за половину штрафа всегда можно будет откупиться, если вы никого не убили и не врезались никуда, что скрыть просто этот инцидент будет невозможно. Поэтому я думаю, что Дума, как всегда, занимается тем же самым, чем занимается кот, когда ему делать нечего. Он у себя под хвостом вылизывает.